Всем привет, с вами Стас Быков. Сегодня сделаем оценку каналу с помощью сервиса VidaEQ, покажу как грамотно и правильно им пользоваться. Ну и конечно же обсудим, как достичь максимального SEO на YouTube. Погнали! Ну что, начнем с самого главного. Я считаю, что сервис VidaEQ это топовый инструмент, с помощью которого можно оптимизировать ролики, искать темы, анализировать конкуренты и вообще грамотно работать на YouTube. Данный сервис, я им пользуюсь уже очень давно, позволяет вам действительно продвигать ваши ролики путем органики, через поиск, через главную страницу и понимание, на какую тему дальше вам снимать видео. Давайте зайдем, например, в аудит канала. Вот здесь слева есть ссылочка. Она есть только у тех, кто уже подключил к своему браузеру приложение VidaEQ и кто авторизовался. Сейчас мы дальше все это сделаем. Если вы еще не пользовались, то вам все станет понятно. Итак, нажимаем здесь аудит канала, данные за последние 60 дней и мы смотрим, как менялись количество просмотров, подписчиков и время просмотра. Это для вас информация, чтобы понимать, как ваш канал развивается. Здесь, когда мы делаем аудит канала, вернее VidaEQ уже все проанализировала, мы просто смотрим на данные и анализируем. Мы видим здесь самые популярные видео на вашем канале по просмотрам в час. Вот мы видим на моем канале сейчас три способа, как заработать. Оптимизация сайта, как включить монетизацию. И на основе этих всех данных мы можем понимать, какое следующее видео снять. Далее смотрим. Вовлеченность аудитории. То есть есть ролики, где вовлеченность гораздо выше, чем на ваших обычных роликах. Если здесь вовлеченность выше, нужно понять, почему она здесь выше, что я здесь сделал. Мы же подизменили монтаж, подачу, какую-то стратегию другую проработать. Здесь вот, например, 13%, а здесь 17%. То есть мы можем нажать «Узнать больше» и у нас открывается полный список. И мы видим популярные ролики и не совсем популярные. Хотя вот смотрите, удержание 7%, вовлеченность я имею в виду, да. Но номер 4 в топе по просмотрам ролик находится. То есть если бы я здесь что-то изменил на эту тему и сделал подачу, как вот здесь, где 17%, то, скорее всего, этот ролик бы вообще взлетел. Также давайте еще посмотрим. Нажимаем опять «Аудит» и смотрим. Просмотры за последние 60 дней, где больше какие ролики набрали. Получено подписчиков. То есть мы понимаем, с каких роликов идут подписчики. Также можем нажать «Подробнее» и видим, этот ролик принес 102 подписчика. И в среднем выходит 71 подписчиков на 1000 просмотров. То есть это нам показатель для рекламы. Если мы видим, давайте выберем самый топовый. Ну здесь все уменьшение идет. И вот этот ролик приносит 71 подписчика на 1000 просмотров. Больше, чем все остальные ролики. Мы понимаем, что на этот ролик даже можно подключить рекламу, потому что среднее значение 71 подписчик. А если мы сделаем рекламу на ролик, где 22 подписчика за 1000, конечно мы получим, считайте, в 3 раза меньше подписчиков. Эти данные также здесь можно анализировать. То есть что здесь есть еще? Общее время просмотра, среднее время, наиболее высокое удержание, а также лучшие поисковые термины, кликабельность конечных заставок, контент, требующий улучшения, средние показатели за последние 30 дней. Что можно улучшить? То есть вот эти данные позволяют нам проводить аудит канала, и это можно установить совершенно на любом канале. Также здесь есть наиболее просматриваемые, можем сразу перейти вообще все видеоролики по YouTube на основе фильтра, который вы здесь делаете. Но об этом я могу в другом ролике более детально уже проговорить. Также можем анализировать конкурентов, то есть я заранее ввел сюда своих потенциальных коллег по моей теме, и просто смотрю, какие ролики в них стреляют, что они записывают. Итак, как же это сделать для нового канала, если у вас еще не подключено, а если подключили, то перепроверить просто. Вот есть канал моего хорошего клиента, моих друзей. И давайте мы с вами что сделаем? Вот здесь нажимаем на три точки, дальше дополнительные инструменты расширения, теперь слева нажимаем расширение, переходим в самый низ, открыть интернет-магазин, здесь слева внизу будет, и пишем здесь vidIQ, поиск, и мы видим вот это расширение для браузера. Нажимаем, установить, установить расширение, сейчас оно устанавливается в ваш браузер. Отлично, вот сюда оно спряталось, мы можем здесь скрепку нажать, чтобы оно вылезло. Вот оно появилось. Отлично, теперь нам нужно с вами авторизоваться. Для этого мы можем нажать «Войти через Google» или «Зарегистрироваться напрямую». Можно зарегистрироваться через это окно, а можно зайти на vidIQ.com и там зарегистрироваться. Сейчас мы регистрируемся с вами на бесплатную версию, я покажу как бесплатная версия, а потом покажу версию Boost, то есть прокачанную. Есть, смотрите, бесплатная, Pro-версия и Boost-версия. Pro, к сожалению, у меня сейчас нет, у меня есть прокачанная Boost, и есть бесплатная версия, базовая. Мы сейчас их сравним, и если что, дальше покажу, как сэкономить. То есть вы месяц можете пользоваться бесплатно Boost прокачанной версией. То есть есть такая возможность, дальше в видеоролике тоже расскажу, как это сделать. Итак, мы с вами установили. Давайте теперь регистрируйтесь на vidIQ.com. У меня уже есть регистрация, сейчас я просто авторизуюсь. Все, теперь авторизацию мы выполнили, то есть мы видим все данные, но которые не ограничены нашим тарифом. У нас здесь базовая версия. Давайте что сделаем? Здесь закроем, здесь тоже закроем, мы уже это все установили. И мы можем теперь зайти на любое видео на нашем канале. То есть, например, вот утренняя йога. Давайте зайдем. И справа у нас начинает работать виджет от vidIQ уже. То есть видите, вовлеченность аудитории, оценка, потом на каких позициях находится этот ролик, по каким ключам, и вся остальная необходимая информация. Итак, самое главное, теперь мы с вами подключили, мы связали канал. Когда заходим вот здесь в vidIQ, здесь у вас будет кнопочка «Связать канал», нажимаете «Связать», подключаете его. И теперь мы можем с вами проводить аудит данного канала. То есть давайте я обновлю страницу в творческой студии. Слева появляется меню «Инспектор тегов», «Конкуренция» и видим «Аудит канала». Тоже нажимаю, и мы смотрим данные за последние 30 дней. Просмотры плюс 638%. В прошлом месяце было 442 просмотра, в этом 3264. Ну просто у нас тот месяц выпал, мы там не выгружали практически видео. Подписчики и вовлеченность аудитории. Также видим по просмотру в час, самые популярные. Но здесь, конечно, ниже показатели и есть малые ограничения. Видите, в бесплатной версии мы не видим все данные. Да, чуть-чуть есть для затравочки, но как бы полностью мы не видим. Контент, требующий улучшения, средние показатели по каналу, также можно посмотреть достижения данного канала. То есть что здесь есть. Вот. 8К подписчиков 14 сентября было, 20К просмотров 30 сентября, 25-я загрузка была 28 августа. То есть все данные, все ваши достижения очень удобно. Вот в такой табличке вы можете где-то выписать себе или показывать в своей социальной сети и будет видно, когда вы достигали тот или иной порог. Это очень важно, это мотивирует. Вот, например, что осталось. Месяцы с лучшими подписчиками. Вот 1700 было в марте 2020 года, 3800 просмотров было в марте 2020, также 6 загрузок в мае. И то же самое вы сможете сделать это бесплатно. Но есть возможность, если вы перейдете по ссылке в описании, там будет ссылка моя уникальная. И нужно будет просто ввести промокод СтасБыков, вы получите возможность месяц пользоваться бесплатно, платной версией. Да? Потом просто можете отвязать свою карточку, если вам это будет не нужно. Но давайте еще покажу, какие ограничения есть. Вот это бесплатная версия, когда я перехожу в ключевые слова и ввожу здесь, например, фитнес. Вот я набрал фитнес, и мы видим, у нас только для затравочки раз, два, три, четыре, и остальные 45 у нас на про-версии. Про это на втором шаге идет. А если я сделаю в своей версии фитнес, вот давайте нажму фитнес, здесь, конечно же, все ключевые фразы показываются. Я могу сделать сортировку по поисковому объему. Здесь я, в принципе, тоже могу, но здесь не все данные, то есть я не вижу всего, что здесь есть на самом деле. Я понимаю уже, какие ключи связаны со словом фитнес. Ну, это только для примера, да, я взял. То есть я понимаю, что интересует еще людей. Как похудеть, ЗОЖ, спорт, тренировка дома, уже зацепка. Вообще, как подбирать темы для роликов, я записывал полноценное видео, вот прямо как я это делаю на своем втором канале. Ссылку на это видео тоже оставлю. Посмотрите. Топовые идеи для видео. То есть я прям процесс показал, свою логику, как я подбираю темы, как я выявляю самые популярные темы. Это все доступно через VDQ. То есть этот сервис вообще реально помогает понимать спрос на вашу тему, а дальше вы можете уже оптимизировать ролики. Я знаю, вот многие говорят, SEO не работает. Зачем ты это говоришь? Да, то есть я оптимизирую, как ты рассказываешь, но результатов никаких. Понимаете, SEO это игра в долгую. Это не сейчас показы. Мы не метимся в рекомендации рекомендации на главную страницу. Мы играем в долгую. Вам это нужно запомнить. И смотрите. Вот, например, какие-нибудь ролики. Здесь, как вы видите, не так много роликов на канале. Но сейчас мы посмотрим, как идет продвижение этих роликов. Вот, например, варикоз на ногах при беременности. Давайте в режиме инкогнито посмотрим. В общем, взял один из популярных роликов, чтобы более нагляднее вам показать. То есть мы заходим на YouTube, пишем варикоз на ногах при беременности. Там, кажется, было. Нажимаем поиск и мы видим, что здесь этот ролик присутствует. Больше вам скажу, благодаря вот этой правильной, корректной оптимизации, то есть мы прямо выявляем темы популярные, да, а потом просто называем так ролик. И давайте я скопирую ссылку на это видео и мы уйдем, например, в Яндекс. Даже можно без ссылки мы просто название скопируем, ключевой запрос, да, и вводим его здесь. Дальше переходим в раздел видео и мы также это видео тоже здесь наблюдаем. То есть это дополнительный трафик и это видео также индексируется в поисковых системах Яндекс и Гугл, потому что мы определили ключевую фразу, ведь она подсвечивается варикоз на ногах при беременности и в описании тоже есть варикозное расширение вен, варикоз на ногах при беременности. Яндекс, его алгоритмы понимают, что видеоролик именно на эту тему и он подставляет под этот ключевой запрос. Интересно? Если вы так раньше не работали, то обязательно пересмотрите мои видео, то есть вот эти темы на миллион. Также YouTube рассказал, как продвигать обучающие видеоролики, тоже это очень ценная информация, на YouTube практически никто об этом не рассказывает. Я стараюсь все показывать, не только говорить, но и показывать, чтобы была какая-то логика. И в результате после просмотра этого видеоролика у вас уже должен быть установлен VDQ, вы можете сделать аудит своего канала, вы можете какие-то ключи проанализировать, но также есть возможность подключить Pro или Boost версию, то есть платную версию, бесплатно на один месяц и проанализировать все ключи, которые у вас есть. Также у вас будет полный функционал для аудита вашего канала, вы поймете, какая у вас там сейчас ситуация и сможете дальше развиваться на основе вот этих данных, которые сейчас получите. Пока монтировал, совсем забыл показать еще одну особенность платной версии, она очень важна. Вот смотрите, например, заходим с вами сайт из сообщества ВКонтакте. Платная версия, она сама предлагает вам какие-то теги использовать. Смотрите, то есть вот теги моего видео, сайт из сообщества ВК, на втором месте, да, видеоролик. Я это подобрал путем анализа самого вида IQ, то есть вот здесь я опускаюсь ниже, рекомендованные теги, то есть он сам анализирует название вашего видео и подставляет релевантные теги. Можно сделать общую оценку, и мы видим, какие еще теги есть. Здесь они в порядке убывания, да, важности и релевантности темы, то есть вот раскрутка группы ВК, раскрутка группы ВКонтакте, я просто нажимаю плюсик, и этот тег у нас помещается в место для тегов для видео. Видите, он здесь появился, и таким образом вида IQ это лучший инструмент для анализа, для аудита, но также для продвижения, который сам подставляет теги, то есть нам просто нужно выбрать и нажать плюсики. Как вам информация? Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписались. С вами сегодня был Стас Быков, до новых роликов. Пока-пока.